Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре у нас две новинки от компании Firecore. Это модель F93T-XR с красным лучом и такая же абсолютно модель только под названием F93T-XG, то есть green с зеленым лазерным лучом. Да, друзья, это два максимальных комплекта. Есть комплекты подешевле, они идут просто в мягкой такой сумке и без такого поворотного основания, остальное все то же самое. В максимальном же комплекте добавляется сумка с ячейками и толстыми такими стенками, но такая же сумка в принципе есть у лады, скорее всего многие уже с ней знакомы. В принципе все аккуратненько вырезано и прибор в ней также неплохо защищен. Да, самый минимальный комплект у красного стоит в районе 6550 рублей, у зеленого 9650 рублей и в этих сумках и с поворотной базой стоит на 1100 дороже, то есть в принципе разница небольшая, цена поворотной базы плюс бонусом получаете такую сумку. Друзья, комплект поставки практически не отличается, есть только небольшое отличие в емкости аккумуляторов. С красным поставляется аккумулятор на 1500 миллиампер час, с зеленым на 2600 миллиампер час. Ну в принципе это и понятно, потому что зеленый требует больше энергии и емкость аккумулятора у него должна быть выше, ну чем выше тем лучше. В остальном же комплекты идентичны, поворотная база, зарядное устройство, а также является и адаптером для работы от сети, даже когда в приборе аккумулятор не установлен, вы можете работать от сети. Когда стоят батарейки в приборе, подключать к сети я не рекомендую. Такой специальный бокс-переходник на четыре пальчиковых батарейки, сейчас мы посмотрим все поближе. Лазерные очки, мишень лазерная и сам прибор, ну и сумка-кейс. Так давайте посмотрим все поближе. Аккумулятор имеет распространенную форму, поэтому если даже с ним что-то случится, то в принципе купить новый не составит никаких проблем. Зарядное устройство и также адаптер для работы от сети с европейской вилкой и с таким штекером на конце. Кому интересны данные непосредственно этого адаптера, то вот можете прочитать. Бокс на четыре батарейки, металлическая база поворотная. На эту базу я делал отдельный обзор, более подробный. Посмотреть его можете перейдя по ссылке в правом верхнем углу, поэтому сильно останавливаться на ней не будем. Она имеет три винта поперечного и продольного смещения всей площадки и третий винт это вращение вокруг своей оси вот этой платформы. Также здесь имеется пузырьковый уровень для предварительной установки. Ножки также крутятся, то есть можно регулировать уровень всей платформы. Снизу имеется резьба 5,8 дюйма для установки на штатив либо штангу. Магнитная пластиковая мишенька, лазерные очки не очень хорошего качества, есть отдельные очки не царапающиеся, эти царапающиеся очки и в них довольно мутно все видно. Такая муть говорит о дешевых очках, не царапающиеся очки более хорошие, в них видно все четко. Здесь же дужки болтаются, они удлиняются, ну очки так себе, на них ставку делать не стоит. И друзья, сам прибор. Прибор сделан просто прекрасно, как всегда. Честно говоря, я не знаю, если даже сравнивать с Фукудой, хотя они делаются на одном заводе, но сборка у Фаерко, по крайней мере, корпус конструктивно подобран так, что все зазоры у него получаются реально очень ровные и одинаковые. У той же Фукуды все равно зазорчики разные, то есть общее впечатление не такое, как допустим от сборки Фаерко. Сделано все реально очень круто, придраться ну просто не к чему. Крышка батарейного отсека четко выверена, есть резиновая прокладка, которая соприкасается вот с этим контуром и надежно защищает батарейный отсек от пыли, грязи и влаги. Снизу находятся две металлические резьбы, тоже аккуратно встроены, 5 восьмых дюйма и 1 четвертая. Это две самых распространенных резьбы, других в принципе нет у этих приборов, поэтому на любой штатив, на любую штангу, на любой аксессуар дополнительный вы сможете установить этот прибор легко. По корпусу различий у этих двух уровней практически нет, единственное цвет тумблера у зеленого зеленый, у красного красный соответственно. Да, кстати может показаться тумблер сделан какой-то непонятный, неудобный, но на самом деле тумблер реально очень удобен, включается очень четко как в одну сторону, так и в другую, то есть получается такой некий упор и в принципе ничего не проскальзывает, отлично срабатывает. Да, друзья, у обоих нивелиров, что у красного, что у зеленого, установлены лазерные модули от компании Sharp, у красного кристаллические, у зеленого LD. LD ставится в основном у зеленых лазеров, у красных кристаллические, это хорошо отработанная технология и они в принципе очень даже надежны. Отличие LD модулей в том, что они могут работать при минус 10 градусах, но друзья многие забывают и неправильно используют эту температуру, то есть нельзя допустим поработать до минус 10 при отрицательных температурах прибором на улице, сразу занести его в тепло и думать, что все будет хорошо. На самом деле здесь очень коварная ситуация, здесь есть строгие инструкции по хранению и использованию приборов, вообще любых технических изделий при отрицательных температурах, так как очень большая вероятность получить порцию конденсата во все внутренности прибора и также во внутренности излучателя, тем самым можно очень просто вывести прибор из строя. И излучатели перегорят и сам прибор не будет работать, поэтому друзья, если вы поработали при отрицательных температурах, допустим вы поработали при минус 10, занесли в плюс 20, у вас перепад температур в 30 градусов, то делать нужно правильно так, вы в кейс на улице уложили прибор, то есть кейс у вас также холодный, внутри все холодно, прибор холодный, заносите прибор в кейсе, из кейса ни в коем случае его не достаете, держите при комнатной температуре минимум полчаса и только потом можете доставать, открывать прибор и снова его включать. Так друзья, сейчас предлагаю вставить аккумулятор и проверить как он работает, какие режимы у него есть и посмотреть по какому алгоритму переключаются у него плоскости. Так друзья, вот я ставил аккумуляторы, ну для начала давайте начнем, вот компенсатор заблокирован, кстати очень хорошо блокируется, никаких посторонних звуков, ничего не слышно, то есть при заблокированном компенсаторе мы удерживаем кнопку лазер 2-3 секунды и включается горизонтальная линия, то есть есть разметка под наклоном, в этом режиме линии будут мигать где-то раз в 5 секунд, это тоже такая некая сигнализация, чтобы вы не забывали, что работаете в этом режиме и также загорается здесь соответствующий индикатор. Да, очень интересная появилась шкала разрядки батареи либо аккумулятора, то есть здесь такая дорожка из 4 диодов, которая постепенно уменьшается и показывает вам остаток заряда, то есть на самом деле очень удобно со временем, когда поработаете с прибором, уже можно будет прогнозировать непосредственно сколько осталось времени, чтобы поработать прибором, то есть у вас остался один огонечек и вы допустим знаете, что на час вам его еще точно хватит. Также в режиме работы с заблокированным компенсатором можно включить работу с приемником, загорится соответствующий индикатор и линия начнет гореть чуть тусклее, вот если видите, яркость излучения меняется, то есть при включенном режиме работы с приемником линия горит чуть тусклее. Да, кстати, оба нивелира, что красный, что зеленый, работают с приемником Firecore 10 Гц, сейчас чуть попозже я вам покажу, на приемник 10 Гц и 5 Гц в принципе тоже я делал обзоры, можете посмотреть на канале, либо перейдя по ссылке в правом верхнем углу на 10 Гц приемник. В этом же режиме можно переключать плоскости по отдельности, то есть сейчас горит горизонт, потом горит одна передняя вертикаль, следующее нажатие добавляет вертикаль боковую, то есть горят только две вертикали, следующее нажатие горят все три плоскости и следующее нажатие просто отключает прибор, то есть вот у вас он выключен, все. В режиме работы автовыравнивания вы также включаете тумблер, у вас загорается только горизонт, при большом наклоне у вас просто быстро мигают линии, если у вас уровень установлен криво и ему не хватает своих градусов выровняться, диапазон работы компенсатора у него в районе 4 градуса, то есть во все стороны, в любые наклоны до 4 градусов, этот наклон он скомпенсирует и автоматически выровняет маятник в нужный уровень и также в этом режиме автовыравнивания переключаете плоскости по отдельности в том же алгоритме, только последнее нажатие будет активировать, вот когда все три плоскости, следующее нажатие будет снова включать горизонт, чтобы выключить прибор нужно выключить тумблер, в принципе все логично, все максимально продумано, я считаю, до мелочей самый удобный алгоритм переключения плоскостей, две кнопки на панели управления, отдельная кнопка на режим работ с приемником, то есть что еще добавить на самом деле друзья я не знаю, все абсолютно просто и удобно, то же самое у красного нивелера, включаем тумблер, загорается горизонт, переключаем по отдельности вертикали, все три плоскости, отдельно горизонт, то есть я говорю можно включить отдельно либо горизонт, либо вертикаль, чтобы не мешать другим людям ненужными плоскостями, ну и соответственно это конечно же сильно экономит заряд батарей. Линия обоих яркие, тонкие, ну конечно попозже мы проверим на разных расстояниях как они себя ведут и сравним их по яркости. Реализован здесь очень хороший неплохой компенсатор, он довольно быстродействующий, то есть при наклоне, при включении, при перестановке он реально устанавливается буквально за пару секунд. Так давайте посмотрим как они работают с одним и тем же приемником, так вот у нас включена оба прибора, не берем наш приемник, включаем его и ведем. Сейчас я звук отключу, чтобы было удобней, то есть и вот когда линия не видно вы ловите приемником середину и отмечаете точку и также зеленый уровень, также показывает выше ниже середина, сейчас звук включу. Вот таким образом друзья с 10 герцовым приемником работает и красный и зеленый луч. Так друзья давайте отдельно рассмотрим вариативность питания, здесь она также максимально продумана, сейчас стоит в нивелире аккумулятор, то есть все прибор от него работает, если аккумулятор садится, то мы вставляем нашу зарядку, вот пошла зарядка аккумулятора, также прибором можно работать. То есть это следующий вариант, едем дальше, допустим у нас аккумулятор куда-то пропал, потерялся либо сломался, у нас есть следующий вариант, это значит такой бокс с батарейками, вставляем, включаем прибор, все работает, показывается зарядка, так отлично работаем просто от простых батареек, допустим у нас потерялся аккумулятор либо сломался и нет батареек, вот прибор пустой и у нас есть только зарядник, адаптер для работы от сети, то есть вставляем адаптер и работаем просто от сети, индикатор зарядки в этот момент будет просто мигать, в остальном же прибор все так же функционирует как и обычно, то есть вариативность на самом деле самая максимальная, так и давайте наконец посмотрим толщину линии на разных расстояниях, так вот два наших испытуемых, расстояние до стены 1 метр, давайте посмотрим толщину линии, так друзья, вот толщина немного меньше двух миллиметров у обоих линий, что красная, что зеленая, хотя зеленая может показаться немного толще на фотоаппарате, но на самом деле толщина у нее такая же как и у красных, просто она на порядок ярче и поэтому на видео так получается, отличный результат, давайте посмотрим на 5 метрах, так друзья на 5 метров толщина линии чуть больше миллиметра, у зеленого контура чуть почетче, но в принципе видна как и красная отличная линия, так и зеленая, также отличный результат, кстати как видно нет никаких микроколебаний, даже самых минимальных, просто супер и давайте посмотрим на 15 метрах, так друзья на 15 метрах, как яркость, так и толщина линии просто прекрасны, у зеленого где-то в районе 3-4 миллиметров, у красного в принципе так же, чуть-чуть может быть побольше, в общем друзья Firecon не перестает приятно удивлять на самом деле, просто отличные приборы, прекрасно сбалансированные, начиная от цены и заканчивая продуманностью вариативности питания, переключения плоскостей, ссылку на официального продавца я оставлю под видео, но еще раз напомню, это модель F93T XR, то есть Red с красным лучом и XG, то есть Green с зеленым лучом, да друзья конечно же надо еще проверить их на точность, это я сделаю в следующем видео, также мы один из них разберем и посмотрим что у него внутри и что нам предлагается по настройке, поэтому друзья не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok